Встреча получилась, по-моему, нормальная, потому что это третья, есть чем сравнивать, и каждый раз формат чуть-чуть меняется. В нынешнем году предварительный этап появился, когда люди внизу общались, могли с министром поговорить, и часть вопросов здесь разрешилась. Второе положение, значит, ответы в Грузию были нормальные, хорошие. Просто часть вопросов было заранее подготовлено, я понимаю, и как бы он заранее знал, что отвечать. И фильм, и цифры, которые нам сказали предварительно министра, все это, в принципе, известно и понятно. Год был очень хороший, есть чем хвалиться. А если говорить о сути самих вопросов, в принципе, они были ожидаемы. Мы все вползли в кризис, и очень много ситуаций создается, когда люди не могут справиться. Ни сами, ни с помощью банков, ни с помощью районных администраций. И даже часть сюжетов, которые мы там видели, и областные власти не знают, что делать с самогоноварением, что делать с высокими процентными ставками, это федеральный уровень. Когда говорили о законах федеральных, когда торговая промышленность предлагает больше дать возможность соединяться малым и средним и большим предприятиям, нужно решение на федеральном уровне. Когда фирма Гевит, в Заречи которой строят очень хорошие строительные конструкции, единственные в мире, хочет соединиться с другими тульскими предприятиями, и им нужна помощь организационная, никто не знает пока, как это все сделать, потому что есть федеральный уровень, который вот... То есть возникает куча, масса проблем, которые, может быть, сейчас будут решаться. Еще один хороший момент этой встречи в том, что свели просто людей друг с другом. Были вопросы смешные, были вопросы не очень серьезные, но вот само общение показало, что в экономике Тульской области происходят очень сложные моменты. И то, что сейчас во всей стране говорят, нужно срочно и так далее, как обычно, спасаться от трудностей за счет бизнеса, вот у нас 28% бизнеса как бы делает региональную продукцию, нужно 40-50%. На уровне федеральном тоже самое говорят. Ребят, говорят давно и просто. Хорошо, было 5%, 12%, 20%, сейчас 28%. Можно спорить про эти проценты. Роль бизнеса малого растет, но она растет не так быстро, как хотелось бы. И еще очень важно, давайте не будем все-таки фантазировать. Ну хватит нам друг друга обманывать про эти новые рабочие места по 25 тысяч в год, 5 лет подряд. Вот сейчас 180 тысяч, будет 350 тысяч. Вы этих людей откуда возьмете? Снимите с заводов. Давайте снимем. Тогда заводы как будут работать? Внедрите новые технологии. А как их внедрить, если реализация инвест-проектов, инвест-проектов, о которых тут говорили, часть, они завязли вот с этими свинарниками, вот с этим животноводством и так далее. Цены меняются в трудностях. Да, губернатор все правильно говорил и поручения давал правильно, и будут пытаться помочь. Возможности регионов в нынешней ситуации, даже уже регионы, они не настолько хороши, потому что вы вползли уже в полномасштабный. Вот тут нужно принимать меры кардинальные, организационные. А у нас структура старая. Если я не схожу к министру, если министр не скажет вон тому, а тот тому, а в районе этот тому, а в поселении скажет, а хрен вам у меня нет денег, ну и все. То есть нужно давать права бизнесу. Они правильно предлагают сделать не только нулевые каникулы, допустим, для бизнеса, а часть бизнеса вообще вывести из-под налогов. Ну пусть люди начинают с нуля, ничего не имея, но и ничего не отдавая в ответ. И то же самое не решается вопрос приватизации. И вот это вот на коммерческую недвижимость, ну врежут нам в 2017 году в пять раз больше налогов, и все. И все, как можно начинать под это. То есть есть системные вопросы. Владимир Сергеевич это прекрасно понимает. И он это показал. Он ничего не скрывал, не врал. То, что нужно ехать в Госдуму, в Совет Федерации. Вот это главное. То, что нужно создавать по большому счету сейчас в стране, не план антикризисный, а антикризисные реформы. Ну мы про это говорим уже 20 лет.